Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как добавлять подсказки на ваше видео в ютюбе. Подсказки это такие всплывающие элементы, которые появляются в верхнем правом углу во время ролика, по которым можно нажать и перейти, например, на другой видеоролик. Итак, вы заходите в таблицу и видите, что напротив ролика, который размещен в ютюбе, в столбце подсказки ничего не написано, следовательно, в этом ролике нет подсказок и их нужно добавить. Вы открываете данный видеоролик, нажимаете внизу изменить видео и оказываетесь в творческой студии ютюб канала конкретно на редактирование этого ролика. Вот здесь справа под конечными заставками есть меню подсказки, нажимаете и у вас открывается вот такой интерфейс. Здесь вы видите список, какие элементы вы в принципе можете сделать в виде подсказки. Это может быть видео, это может быть ссылка на плейлист, это может быть ссылка на канал или же ссылка на ваш сайт, но это доступно после подключения монетизации на ваш канал. Внизу у вас есть временная шкала, то есть на каком моменте видео вы хотите добавить подсказку. Сначала вы выставляете время, то есть вот здесь выбираете момент, на котором нужно добавлять подсказку. Оптимально, если вы ослушиваете видео и добавляете релевантные, подходящие подсказки в нужный момент видео. Например, автор упоминает какой-то другой свой ролик, в этот момент появляется подсказка на этот ролик. Или, например, автор использует в речи какое-то сложное, непонятное слово, специфический термин, а у вас на канале есть видео, объясняющее этот термин простым, простым, понятным языком. Тогда в момент произнесения данного слова тоже, опять же, можно в качестве подсказки поставить ролик с определением этого слова. Использование подсказок зависит только от вас. Вы даже можете напрямую в тексте своего ролика проговаривать голосом, что «а сейчас я оставлю подсказку для вас какой-то ролик». Еще больше акцентируя внимание зрителей на том, что им нужно прийти по подсказке. Как же нам все-таки добавить эту подсказку? Допустим, вот вы выбрали на данный момент ролика для того, чтобы добавить подсказку на другое видео. Вы поставили вот этот ползунок сюда, нажимаете вот здесь «плюс», и вы можете найти или среди своих роликов нужный ролик, или даже ввести название ролика другого автора и, например, прорекламировать какого-то другого человека. Или, например, если у вас два канала, то вы можете добавить ролик со своего второго канала в подсказке к этому. Итак, вы, например, решили добавить видео. Нажимаете на него и подсказка добавилась. Что еще вы можете сделать с этой подсказкой? Вы можете изменить вот этот текст, который здесь находится. То есть по умолчанию ставится «рекомендуем посмотреть» и заголовок ролика. Но вы можете написать свой текст. Например, текст тизера – это тот текст, который виден вот здесь. Вы можете оформить не заголовком видео, а каким-нибудь призывом. А сообщение – это тот текст, который будет виден внизу, когда люди будут раскрывать подсказки в вот таком формате. И сообщение, и тизер ограничены тридцатью символами. Но любой из этих полей вы можете оставить, в принципе, и пустым. Это зависит от ваших целей, от вашего желания. Итак, вы добавили эту подсказку, но хотите добавить еще одну, и это возможно. Всего в видеоролике вы можете добавить целых пять подсказок. Но они должны быть все разные. Нельзя поставить в подсказку то же самое видео. То есть если я попробую, будет написана ошибка. Поэтому вам нужно выбрать другой момент времени и другой видеоролик для подсказки. Те подсказки, которые уже стоят на вашем видео, будут отображаться вот такими синими флажками. И при желании вы можете их перемещать в другие места, если это необходимо. Итак, если вы захотели добавить еще одну подсказку, просто выбираете новое время и делайте все то же самое. Подсказка, выбираете, что именно хотите поставить подсказку, оформляете сообщение текст тизера и двигаетесь дальше. Или сохраняете изменения, или добавляете еще подсказки. Еще раз повторю, пять подсказок вы можете добавить на ваше видео. Но нужно добавлять эти подсказки с умом. Если вы просто беспорядочно натыкаете кучу подсказок, то они будут работать плохо. Лучше, как я уже сказала, добавлять их в те моменты, когда человек захочет прийти на это видео, когда вы проговорили, что можно прийти на какое-то видео и так далее. И еще два важных правила для размещения подсказок. Это не размещайте подсказку в самом начале ролика и в самом конце. Почему? Если вы разместите в самом-самом конце, ее в принципе не увидят и перехода по подсказке не будет. Если же вы разместите ее в самом начале, то тем самым вы убьете удержание на том ролике, на котором вы ее разместили. То есть человек открыл ваше видео и вдруг увидит сразу подсказку, которая его заинтересовала. И он, не досмотря этот ролик, переходит на другой. Согласитесь, это не то, что вы хотели. Поэтому логичнее размещать подсказки все-таки в середине или ближе к концу ролика, а не в самом начале. Даже если по речи, по смыслу есть, что поставить в начале ролика. В этом видео вы узнали, как добавить подсказки в свое видео на ютюбе. Также не забывайте заполнить таблицу, а именно столбец подсказки. Здесь вы заполняете, во-первых, количество подсказок, которые вы сделали, а также ссылки на те видео, плейлисты или каналы, которые добавили в подсказки. Таким образом, вы точно не забудете, что у вас есть ролик, где есть подсказки и будете видеть те ролики, где подсказок нету. Всегда все можно улучшить. Улучшайте свои ролики с помощью подсказок. Спасибо за внимание и до новых встреч!